Синие оттенки тюлененку Надежде Евгеньевне приносят удачу. В тазике поменьше, но такого же цвета ее привезли сюда трехдневной в начале марта из бухты Тавайза. Осталась без мамки. За полтора месяца Наденька прибавила в килограммах и сейчас в ожидании обеда принимает кислородные ванны, лежа на объемном синем тазе. По соседству в небольшом карантинном блоке по временной прописке поселились еще четверо малышей. Славка, Светка, Женечка и Кроха Алла Павловна. Почему Алла Павловна? Ну потому что нашла Алла, а муж ей Павел. По сколько им всем? По месяцу, по 10 килограмм им всем. Уже 12 лет здесь спасают попавших в беду маленьких тюленят и возвращают обратно в родную морскую стихию. Под нужды больницы для этих очаровательных карапузов Лора и Павел приспособили свой собственный дом. После серии и репортажей об этом в интернете был организован сбор средств на строительство современного реабилитационного центра. На помощь благому делу пришли рыбаки. А вы откуда? Из Санкт-Петербурга. Вы могли себе представить, что будете строить реабилитационный центр для тюленей? Нет, никогда не думал. Я с города Ноябрьская, Ямало-Ненецкий автомобиль. И вот сюда, чтобы строить тюленятник? Почему нет? Его строят специалисты со всех концов страны. Вскоре центр реабилитации морских млекопитающих ожидает масштабный переезд. Русская рыбопромышленная компания спешит на помощь ко всем тюленям Японского моря. С ее финансовой поддержкой под Владивостоком начали большую стройку. В Тавричанке откроется современный и единственный на Дальнем Востоке центр по выхаживанию ластоногих. Для русской рыбопромышленной компании бережное отношение к морю и его дарам очень важно. Предприятие смотрит на этот вопрос более прогрессивно и заинтересовано в сохранении природного баланса в регионе, где ведет свой бизнес. В этом и заключается смысл ответственного рыболовства. Какие ощущения? Наверное, круче, чем когда закладную камень в комсомольскую стройку, потому что это вообще, конечно, наше детище. 12 лет мы работали в огороде у себя. То, что сейчас на такой вот новый уровень при поддержке русской рыбопромышленной компании, это вообще, я считаю, очень супер. Это очень красивая история сама по себе. В мире это беспрецедентный случай, когда рыбопромышленные компании, чтобы они помогали реабилитационным центром, которые занимаются спасением морских млекопитающих. Вот такого вообще нет. Здесь будет кормокухня, помещение для карантина, бассейны и комнаты для волонтеров. 12 лет самоотверженного спасения тюленей для Лоры и Павла не прошли зря. Более полусотни ластоногих вернулись к полноценной жизни в море. С помощью русской рыбопромышленной компании следующий тюлений сезон начнется уже в новом центре. Максим Калиник, Денис Юнак, Вести Приморье.